Эта беседка в деревне Кабакова построена по инициативному бюджетированию. То есть в её строительство вложились и сами местные жители. Торжественно открыли в сентябре, о чём сообщил глава района на своей странице в соцсетях. Новость тут же вызвала сотни негативных комментариев. Как только эту беседку и не называли, и бытовкой, и сараем, и даже вольером. Всё это местных жителей очень огорчило. Очень обидно было. Первые слова слухали. Это очень было обидно. Ой-ой-ой вообще. Ругались? Приховали? Да. В Кабаково живёт всего 57 человек. Здесь нет ни клуба, ни интернета, ни асфальтированных дорог. Так что собраться вместе, отметить праздник, да и просто поговорить негде. Разве что в магазине. А когда приезжают из райцентра клубные работники, общий сбор назначают у кого-нибудь дома. Нам ведь тоже 65, да, не очень мы всё старые, да, всё равно охота и потанцевать побежать. Сейчас мы 10 часов сюда пришли на день пенсионеров, 10 часов мы сюда пришли, до полутретнего сидели тут. А что мы сидели? Просто разговаривали, пели, вот и всё. Свою беседку жители продолжают благоустраивать. Местные сельхозпредприятия и школы из соседних деревень обещали помочь с мебелью. А сами селяне хотят поставить здесь печку. Чтобы собираться можно было и зимой. Помочь жителям Кабакова собираются и специалисты Центра территориального развития Удмуртии. Мы сейчас планируем туда снарядить наших социологов, Центр территориального развития, чтобы они, во-первых, поговорили с местными жителями, выяснили, насколько они сами довольны тем, что получилось. Потому что, прежде всего, это для них. Кто бы что сегодня не говорил, сидя в Ижевске, в Москве или где-то ещё, он этим никогда не будет пользоваться. Этим будут пользоваться те люди, которые сделали этот объект. В Центре отреагировали на запрос селян. Раз необходимость в таких небольших и недорогостоящих объектах есть, нужно разработать типовой проект. В этом специалисты Центр территориального развития готовы помочь. Анна Ковырзина, Василий Хохряков. Новости.